Здравствуйте, уважаемые зрители, вы смотрите тэк-шоу Грань на Томикин Бизнес, меня зовут Диас Веркинов. Поговорим сегодня о курсе тенге, что с ним происходит и как санкции против московской фондовой биржи отразятся на Казахстане. И у нас по скайпу к нам присоединяются Андрей Чеботарев, финансовый аналитик, автор телеграм-канала FinanceKZ. Здравствуйте, Андрей. Эльдар Бесимбеков, партнер Daska Strategy. Здравствуйте, Эльдар. Здравствуйте. И Мурат Тимирханов, советник-председатель управления Халык Финансов. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. Уважаемые спикеры, спасибо большое, что согласились с нами сегодня побеседовать. Тема, я думаю, интересная, потому что курс тенге в последнее время начал ослабевать по отношению к доллару, по отношению к российскому рублю и другим валютам. Хотелось бы у вас узнать, как это все происходит в свете событий, когда против Московской фондовой биржи ввели санкции. И хотелось бы узнать в первую очередь, связано ли это как-либо или же нет? Влияние, то есть на курс тенге факторы, основные, которые оказывают влияние на курс тенге, это внутренние факторы, экономические факторы. А в Казахстане, то есть понятно, что существенную поддержку курсу оказывала конвертация транспорта из нацфонда, который используется для пополнения бюджета. То есть в целом в отсутствии таких значительных конвертаций и на фоне обычно стандартных макроэкономических условий, влияние, прежде всего, цены на нефть и так далее, и, собственно, в высокой внутренней инфляции курс тенге закономерно снижается. Другое дело, что понятно, что такие значительные колебания, да, они, конечно, всегда вызывают обеспокоенность, понятно, у предпринимателей, у публики. То есть это тоже объяснимо. Да, но вот в последнее время, да, как бы цены на нефть, они без значительных изменений, да, вот то, что больше 80 долларов за баррель, рубль по последним подсчетам около 87-88, да, официальный курс рубля, хотя многие эксперты тоже задают вопросы, да, касательно курса образования именно рубля российской валюты. В таком случае, Мурат, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, то же самое вопрос, да, влияют ли сейчас санкции против московской фондовой биржи на курс тенге? Ну, мы делали анализ, финанс, в принципе, до начала войны на Украине у нас была очень хорошая корреляция рубля, колебания тенге к доллару и по отношению к рублю. Ну, когда начались военные действия, ну, в принципе, тенге от рубля отвязался. Сейчас, ну, мы практически, конечно, продолжается мы, Россия на втором месте по импорту или по торговому обороту, я точно не помню. Ну, то есть какая-то зависимость от рубля есть, но санкции против рубля не сильно повлияли. Почему? Потому что, в принципе, Центральный банк управляет этим курсом. Сейчас там единственное, что появилась разница между наличной валютой, курсом валюты и курсом Назбанка. Это немножко беспокоит, но через кросс-курс, через продажи рубля на бирже на нашей достаются. Деньги, рубль, конвертируемая валюта, ну, как говорится, конвертация есть. То есть каких-то больших изменений мы не видим. Просто немножко странно, что стало укрепляться, там разные есть оценки, но то, что произошло с тенге, к доллару на последние несколько дней, это только сокращение продаж валюты с нацфондами. Это единственная причина, в принципе, других причин нет. От нефти у нас тоже курс никак не влияет. Самое большое влияние в последнее время, это оказывается транспорт и продажа валют из нацфонда. И они, начиная с этого периода, сократились. Из-за этого и рынок, и, в принципе, спрос предложения на бирже толкнули тенге в сторону ослабления к доллару. Спасибо большое за ваше мнение. К нам присоединяется Андрей Чеботарев, да, он переподключился к нам. Андрей, насколько я понимаю, вы тоже уверены, да, то, что сейчас, да, санкции против Мосбиржи, они не влияют на курс тенге? Или же я ошибаюсь? Ну, давайте так, все события между собой связаны, и, конечно же, введение санкций могло повлиять, поскольку рынок боится, там, боится каких-то призрачного угрозы. Ну, то есть, грубо говоря, никаких санкций против Казахстана и казахстанской фондовой биржи не введено, но, грубо говоря, они стали ближе. То есть, вот вчера санкции против Кассе стояли от соседней улицы, спустя вот эту неделю они стали стоять на нашей улице, уже как бы ближе. Поэтому, конечно же, это могло повлиять на психологию казначеев, которые каждый день торгуют курсом. Да, там есть огромная доля нацбанка, который контролирует от 40 до 50% торгов, и, может, так или иначе им управлять административно, но оставшаяся часть торгов, она все равно свободна, более-менее она лежит в руках у казначеев в банках, и они, в принципе, делают этот курс. Что касается, отвязались от рубля, но, на самом деле, рубль же укрепился, и это та самая позиция, которая произошла ровно после начала войны, когда рубль сначала упал, как бы вот в день введения санкций, там, публиковали дикие курсы в 200 рублей за 1 доллар, это было наличные, и это была паника, это, если так сказать по-простому, стригли лохов, которые испугались, что долларов больше не будет, и побежали их покупать за любые деньги. У нас таких людей тоже, к сожалению, очень много. Сейчас, как бы, курс рубля укрепился именно потому, что экспортеры продолжают приносить валютную выручку, а импортеры отложили покупку, они не знают, что будут с курсом. И спрос со стороны импорта на доллар упал в России, курс укрепился. Это произошло ровно то же самое, что было после начала войны, если помните, когда сначала рубль улетел там под 140, а потом очень долго был 60, 65, даже ниже 60 уходил. Тенге отвязался от рубля, ну, по моим меркам, до определенного горизонта. Этот горизонт лежит в пределах 100, 105, 110 рублей за 1 доллар. Отвязался он, поскольку мы были привязаны не каким-то там канатом в подвалах Нацбанка и Центробанка, есть тоннель, который вот связали, там люди себе так почему-то представляют. Мы были связаны чисто экономически. Каждый второй товар на наших полках, он из России. И, соответственно, до начала войны он покупался в рублях. Ну, так было выгодно, наш сосед прекрасно доминировал на этом рынке. После того, как рубль стал более токсичной валютой, можно посмотреть объемы торгов рублем у нас, тенге на Мосбирже. Скорее всего, часть этой торговли перешла в тенге, просто потому что это было выгодно нашим российским партнерам торговать в нормальной, нетоксичной, неподсанкционной валюте. Если позволите последних 10 секунд ставить ремарку, что на самом деле девальвация при свободном курсе невозможна. Это понятие, термины, она возможна исключительно при фиксированном курсе. У нас свободный. В любом случае такого, что мы там будем держать курс, зубами в него вгрызаться, тратить на это какие-то резервы, такой ситуации уже нет. У нас невозможно девальваться из-за внутренних факторов, то есть они каждый день отыгрывают на бирже свое действие. У нас возможно резкое ослабление из-за внешних факторов, если к нам прилетит черный лебедь. Третья мировая, нас втянут в войну, не дай бог, санкции или что-нибудь еще. То, что от нас не зависит. Тогда, конечно, Тенге будет слабеть, как он слабел в мае, в марте 2020 года, в марте 2022 года. Это были исключительно внешние факторы. Из-за них ослабление может быть. Но это не девальвация. Ну, касательно девальвации я хотел спросить чуть позже, но раз уж уже начали, действительно, да, вот все-таки в 2008 году у нас проводили комбинтирующую девальвацию, в 2015 году проводили комбинтирующую девальвацию. Сейчас это невозможно, да? Вы утверждаете так, Андрей. Эльдар, согласны ли вы с этим, что сейчас девальвацию проводить невозможно, Тенге? Ну, я согласен, в смысле технически, конечно. То есть, это девальвация, это когда ты ослабляешь валюту, которую ты держал фиксированным курсом. То есть, сейчас, наверное, нельзя назвать прям совершенно свободным курс Тенге, да? То есть, он все-таки подвержен значительным манипуляциям. Как вот коллега Чебатарев сказал, что, то есть, и доля самого Назбанка, она очень высока, то есть, Назбанк, в принципе, может, так сказать, сглаживать колебания, да, ну, то есть, двигать курс в ту или иную сторону. Но, тем не менее, конечно, то есть, рыночные факторы, они преобладают. То есть, ну, тренд просто на снижение стоимости нашей национальной валюты просто в силу объективных экономических факторов. То есть, это высокая инфляция, торговые обстоятельства, как бы, вот. То есть, ну, не девальвация как таковая. Да, касательно вот то, что Тенге, действительно, он не полностью в свободном плавании, да, все-таки Назбанк корректирует, да, курс, мы видели это в среду, да, когда в ходе дневных торгов Тенге подскочил до 460, больше, да, а к вечеру уже, да, 459, да, его скорректировали. Возможно, это был Назбанк, скорее всего, да. И, как бы, здесь можно ли сказать, что курс Тенге сейчас не рыночный? С учетом именно того, что Назбанк, он, как бы, вклинивается, да, и вводит свои коррективы? Рыночные факторы, они есть, они, в принципе, преобладают, но, тем не менее, то есть, достаточное поле для маневра у Назбанка, оно остается. Хорошо, можно сказать? Можно сказать? Да, Андрей, конечно. Мы с коллегой несколько лет назад придумали термин для такого курса, называется он ЧПОК, частично плавающий обменный курс. Это то, как и есть, то есть, да, Назбанк контролирует 30, 40, 50, возможно, где-то больше в разные дни объема торгов, как со стороны спроса, так и со стороны предложения, то есть, у него в одной руке есть Назбанк, который, ой, Назфонд, который продает валюту, в другой руке у него есть ЕНПФ, которые покупают валюту, и вот это всем играясь, еще есть заявки на бирже, когда тебе нужно много менять, ты даешь заявку, вот этим всем играясь, он может манипулировать, но в любом случае это не полная манипуляция. Не значит, что он пришел на рынок и сказал, вот вам будет курс 455, и все. Он это делает рыночными методами, он просто торгует так, чтобы получить где-то нужный курс. Но если весь рынок станет против него, если внешние факторы будут ослаблять или внутренние будут ослаблять или укреплять, как это было весной, то он не будет, он не сможет стоять против рынка очень долгое. Будут потери либо Назфонда, либо ЕНПФ, в любом случае это вылезет и будет видно. Поэтому частично плавающий обменный курс. Спасибо большое, Андрей, за вашу ремарку, действительно очень интересный термин. Мурат, скажите, пожалуйста, вот Хелкфинанс проводил анализ и прогнозирует то, что к концу года курс тенге достигнет 480-85 тенге за доллар. Нынешняя ситуация, да, это такой предвестник, да, то, что уже началось ослабевание тенге, и к концу года нас действительно ждет курс в 485. Ну, 485 это уже у вас устаревшая информация. Мы прогноз поменяли, сейчас у нас прогноз 465, но это, ну, как сказать, это большая неопределенность с этим. 485 однозначно будет, если на 3,6 триллиона тенге одобрили на этот год трансферты, если больше 3,6 триллионов тенге не будет трансфертов, включая вот эти различные схематозы, которые уже стали известны, то однозначно, начиная вот с этого месяца, если там в среднем, по-моему, 700-800 миллионов долларов с нацфонда продавали, в среднем я точно не могу сказать, то если сохранять то, что утвердили в бюджете, потому что 54% уже транспортов общего из 3,6 триллионов были использованы на конец апреля. Если на 3 умножить, то это 5,8 триллионов нужно продать, чтобы с тех же темпами сохранить. То есть 3,6 и 5,8 триллионов – это, то есть за апрель-май очень большие продажи и большие транспорты были сделаны. Сейчас в этом месяце резко сократили. И если бы они сократили и сохраняли вот 3,6 триллиона, то однозначно где-то в среднем 700 миллионов долларов до 300-350 продажи бы сократились, то есть в два раза с нацфонда. То есть однозначно в таких условиях, когда предложение на рынок уменьшается в два раза от нацфонда, то 485 – это наш расчетный был курс. Мы его изменили, потому что мы сказали, мы еще не знаем, сколько будет дополнительных транспортов. Ну, предполагаем, там где-то в районе 5 триллионов должно быть, потому что, а иначе опять с бюджетом будет большая проблема. Если будет где-то примерно 5 триллионов, то курс, по нашему мнению, будет 465. И вот сейчас уже пошли вчера или когда-то, или сегодня новости, что в прошлом году один схематоз был на 1,3 триллиона тенге с иммуногазом. Сейчас уже собирается покупать по этой же схеме неизвестно какую сумму Каза Тампрома. То есть опять в обход парламента будут заводиться деньги в бюджет. Соответственно, если там, предположим, 1 триллион, там будет тенге, как взнос Каза Тампрома в бюджет, то опять будут продавать больше валюты. Это поддержит валюту. Но опять информации совсем нет. Если бы это официально нормально делали через бюджет, мы бы сейчас уже знали бы споры в парламенте, что они увеличивают вот эти транспорты. Можно было примерно посчитать, сколько будет увеличения продаж валюты. А сейчас это темный лес. Единственное, что информация прошла, что Каза Тампром акции по такой же схеме, как с Казмоной газом, будут делаться. То есть неопределенности много, непрозрачности много. Да, схематозы. Это реально фиктивная операция, которая просто в обход парламента завести деньги в бюджет. И все, другого нет. Ну и возвращаясь к теме санкций против московской фоновой биржи, хотелось бы узнать, есть ли тенге сейчас частично плавающий курс, как Андрей предложил такой термин. Хотелось бы узнать, в России все-таки сейчас курс рубля, он рыночный или же нет? Эльдар, на ваш взгляд, все-таки Центральный банк России установил курс 85-88 рублей за доллар, но кажется, что слишком укрепилась российская валюта. Ну, понятно, то есть теперь Центральный банк России запрашивает отчетность в онлайн-режиме у банков и на основании балансов, которые сдают коммерческие банки, рассчитывает курс. То есть, ну, наверное, его нельзя назвать рыночным в самом плане, что, ну, собственно, теперь вот рынка, на котором бы этот курс устанавливался, его теперь нет, но рыночные факторы, они принимаются в расчет, да, то есть там экономические факторы, то есть все-таки спрос и предложения, исходя из потребностей клиентов банков и там публикации, ну, отчетности, которые банки сдают в ЦБ. Вот, ну, это, конечно, это не тот курс, который складывался бы на бирже в реальных рыночных условиях. Спасибо большое. Андрей, касательно вот курса тенге рубль, да, все-таки, как известно, прямого курса образования между нашими странами нет, да, это идет все через кросс-курс на твердые валюты. И сейчас, так как доллар на московской фондовой бирже запретили торговать долларом, да, и поэтому курс рубля устанавливается так же нерыночно, да. Нужно ли вести прямое курсообразование между казахстанской и российскими валютами, или же нет? И если да, то как это возможно установить? Я бы не говорил, что у нас там прям все через доллар, поэтому, что у нас доходило рубль до 9,2, по-моему, максимум был на бирже, когда, собственно, мы отвязывались от него. И сейчас он, в принципе, показывает свои колебания, независимые объемы торгов после начала войны. Рублем у нас и тенге на москбирже, они достаточно высокие. Ну, то есть там они выше средних до войны в тысячи процентов. То есть там большие объемы, которые, собственно, и позволяют говорить, что часть торговли, видимо, наша перешла на тенге, потому что это выгодно было и российским партнерам тоже. Я бы не стал говорить, что мы там, типа, прям очень сильно через доллар связаны. Да, у них не рыночный курс определяется, потому что просто рынка больше нет. Но не стоит забывать, что это палка о двух концах. Если ты будешь устанавливать не рыночный курс, у тебя появится черный рынок. Примеров много. Ливан, Аргентина, куча примеров, когда Центробанк вот так прячется от своей экономики, и говорит, курс будет такой, и все, типа, плевать хотел на всех остальных. Экономика такого не позволяет. Очень четко, очень быстро образуется черный рынок, официальный курс, неофициальный курс, три курса бывает. НАУ, официальный НАУ, официальный без НАУ, неофициальный без НАУ и так далее. Поэтому, как бы там никто не относился из нас к Российской Федерации сейчас, ЦБРФ, он достаточно, даже в эти сложные годы, показывал достаточно высокий профессионализм, судя по их выступлениям, по другим темам. Я склонен здесь считать, что они будут придерживаться плюс-минус коммерческого, то есть рыночного курса, просто потому, что это в долгосроке невыгодно никому прятаться от экономики и пытаться обмануть каким-то придуманным курсом всю страну и весь мир. Так не работает. Ну, действительно... Хочется верить, что они умнее. Действительно, полностью с вами согласен. Действительно, главе ЦБРФ Эльвире Набиулиной только можно поаплодировать, как в нынешних условиях она управляет все-таки ситуацией. Но все-таки, если, допустим, предположим, такой вариант, что главу ЦБРФ сменят, придет другой человек, экономика будет как в Аргентине, Иране, Ливане и так далее, установятся два курса, официальные и неофициальные, нужно ли ввести прямое курсообразование в таком случае? Я бы воздержался от аплодисментов санкционному лицу в любом случае. Что насчет прямых? Я как бы считаю, что они так торгуются напрямую, поскольку доля торговли до войны в национальных валютах между нами была до 80% доходила. И, собственно, это главная причина, по которой мы можем напрямую торговать. И у нас и у них есть секция, у них тенге у нас рубль экономически. И более того, я скажу, что на самом деле курс рубля на нашей бирже, он более свободный, чем курс доллара, поскольку у Национального банка нет рублевых счетов, нет возможности проводить рублевую интервенцию, у нас нет рублей в Нацфонде, у нас нет рублей в НПФ, он не может играть этим курсом, потому что у него нет инструментов, которыми он может пользоваться для какого-то контроля курса рубля на косе. Спасибо большое. Эльдар, скажите, пожалуйста, некоторые эксперты после введения санкции против Московской фондовой биржи выдвигали мнение, что нужно приостановить необоснованную конвертацию рублей в тенге в Казахстане. На ваш взгляд, стоит ли приостановить конвертацию на данный момент? Нет, ну, то есть торговля, собственно, товарами, услугами, да, то есть она идет, ну, география, география-то судьба, да, то есть в любом случае торговать, ну, то есть экономики не могут не взаимодействовать друг с другом, и, ну, просто здесь в данном случае идет речь о том, что, ну, курс рубля относительно доллара и евро, да, стал совершенно непрозрачный, нерыночный и, собственно, поддержанный манипуляциям со стороны ЦБ Российской Федерации. Вот, а в том, что касается, ну, двусторонней торговли между Казахстаном и Россией, ну, то есть мы по-прежнему существуем, вот, опять же, как бы мы ни относились к этому, мы существуем в едином торговом союзе, да, то есть поэтому, ну, торговля, она, ну, будет продолжаться, то есть поэтому какие-то, как вы сказали, как-то прекращать директивно конвертацию, то есть она вот не имеет никакого экономического смысла. Приостановить необоснованную конвертацию я имел в виду, потому что, ну, понятно то, что у нас товарооборот идет, да, но все-таки в моменте была какая-то неопределенность, да, после новости о том, что против московской фоновой биржи ввели санкции, да, и никто не знал, что будет с рублем. Я имею в виду в этом ключе, чтобы Казахстан не наполнился, да, ну, рублем, да, и чтобы в будущем, да, если там, не дай бог, произойдет обвал, то чтобы мы не остались, грубо говоря, с бумажками. Нет, ну, в любом случае, то есть рубль он используется только в двусторонней торговле, то есть он касается только, то есть имеет важность только для тех контрпартнеров, которые, собственно, там, торгуют, да, товарами российскими, поэтому, ну, или для наших экспортеров некоторых, которые, собственно, получают выручку, там, на российском рынке. Вот, поэтому, ну, я не знаю, никаких, какие-то опасения в этом плане, ограничения. Ну, то есть это торговая деятельность. Что ж, спасибо большое. И у меня есть еще один вопрос касательно, вот, Мосбиржи, да, Мурат, скажите, пожалуйста, вот, Московская фоновая биржа принадлежит 13,1% акций КОСЕ, да, стоит ли Казахстану, либо государству, либо, может быть, другим акционерам, да, выкупить эти акции, чтобы в будущем, да, избежать, ну, возможных санкций, как это было с покупкой российского дочерней организации в Казахстане Сбербанка, да, переименованием в Береке банк и в дальнейшей продаже? Ну, насколько я знаю, американцы уже сказали, что это 13% доли никак не повлияет на санкции против КОСЕ. Насбанк тоже спокойно к этому отнесся, сказал, если будет усложняться ситуация, он чуть ли не готов за свой счет выкупить эти акции и сказать до свидания Мосбиржи. То есть, в принципе, тут по обстановке, честно говоря, по мне это немножко надуманное беспокойство, то есть санкции каких-то вторичных или там первичных, из-за того, что 13% это миноритарная, как говорится, доля, ну, никто не ожидает, и опять власти сказали, что, ну, власть, Насбанк в этом случае сказал, что он выкупит и решит эту проблему, то есть я изначально не беспокоился по этому поводу. Спасибо большое. Можно мне добавить небольшую реморку? Да, конечно, Андрей. Там проблема не в миноритарных акционерах, действительно, можно выкупить. Другое дело, что там санкционный капитал, когда у тебя санкционник в капитале, это просто проблема с любыми комплайнсами, тебя обходят, но это уже проблема биржи. Там большие трудности в том, что кроме того, что там 13% Мосбиржи, там технологии Мосбиржи, которые оплачены до 28-го года. Платить санкционнику нельзя, потому что сразу за новыми санкциями выпустили и объяснение, как работают вторичные санкции при оплате каких-то денег санкционнику, то есть они им дивиденды не могут сейчас платить и, собственно, за услуги. Услуги оплачены. Косе нужно очень серьезно думать, как менять эти технологии, потому что до 28-го года у них время есть, сейчас еще время есть, софт еще не устарел, но купить новый софт от Мосбиржи они уже не смогут, если, конечно, Мосбиржа не сделает там какую-нибудь кипрскую дочку, куда продаст там свою софт-часть, и тогда мы там с Кипра будем покупать. Но в любом случае это требует больших телодвижений, чем просто наличие санкционников в акционерном капитале, потому что там вся наша биржа построена практически на технологиях Мосбиржи, и в свое время это было круто и очень прогрессивно. Спасибо большое, Андрей. Ну и в завершение, да, хотелось бы узнать, вот, Мурат, вы сказали то, что прогнозируете курс тенге 462-465 к концу года, да? Андрей, можете ли вы сделать подобный прогноз, какой будет курс тенге к концу года, с учетом вот этой нынешней геополитической ситуации, санкций и так далее? Конец года плохое действие. Я еще в начале весны прогнозировал, что к маю будет бюджетоверный курс, то есть тот курс, который заложен в бюджет. На этот год это 460 тенге за 1 доллар. Из-за паводков он наступил чуть позже, потому что мы гнали больше денег из нас фонда. Я остаюсь при своем мнении, что внутри года у нас может доходить до 470, чтобы компенсировать потери бюджета от излишней крепкой весны. Собственно, как было в прошлом году, когда в сентябре курс улетал там 482-483, что-то такое. При бюджетоверном курсе 470 в прошлом году. Поэтому изначально, то есть средний курс по году будет в районе 460-465, тут согласен с коллегами, просто потому что это бюджетный курс. Минфин сидит на шею Нацбанка и требует его, говорит, капает на мозги каждый день. Что ты делаешь? У меня бюджет тут не сходится, у меня и налогов мало. А ты еще курс такой вот сделал, что я теперь трачу больше денег из Нацфонда и в бюджет получаю меньше денег от нефти, потому что курс слишком крепкий. А ну уйди и не мешай нам сводить бюджет, чтобы у него хоть как-то сошлись концы с концами. Вот поэтому я ориентируюсь исключительно из-за вот этого чпока, из-за исключительно того, что у нас как бы все вроде и рыночное, но вроде где-то рядом и нет, на бюджетный курс. Просто потому что чиновникам надо, чтобы их KPI сошлось в конце года, чтобы бюджет у них сошелся, чтобы доходная часть бюджета не потерялась, чтобы мы случайно не взяли слишком много долларов из Нацфонда. Спасибо большое, Андрей. Альдар, и тоже вопрос к вам. Ну я соглашусь с коллегами, то есть в принципе в бюджете, в заложенном бюджете курс, он фактически курс должен находиться не сильно далеко от заложенного планом, экономическим планом, бюджетом курса. Спасибо большое, уважаемые спикеры, за уделенное время, за беседу. Действительно очень важная тема, все-таки курс тенге, он касается каждого казахстанца, да, и не только, поэтому благодарю вас за эфир. Уважаемые зрители, напомню, вы смотрели ток-шоу Грайн на Томикен Бизнес. Всего доброго, берегите себя.